Лидер Венесуэлы Николас Мадуро планирует провести переговоры с Бразилией, Колумбией и Мексикой, которые обратились к Каракасу с просьбой опубликовать результаты президентских выборов, которые состоялись 28 июля. По итогам выборов Венесуэла разделилась на два лагеря. Одни считают, что победу в них одержал Мадуро, в то время как вторые полагают, что народ проголосовал за позиционера Эдмунда Гонсалеса. В самом национальном избирательном совете еще не опубликовали подробную информацию, а веб-сайт структуры не работает с 29 июля. На фоне политических споров глава Венесуэлы Николас Мадуро подал апелляцию в Верховный суд для проверки результатов выборов. Все это происходит в продолжающейся акции протеста по всей стране. «Я поручил главе МИД проинформировать всех президентов, что я нахожусь на связи ежедневно. Я надеюсь, что проведу телефонный разговор с лидерами Колумбии, Бразилии и Мексики. Отсутствие Гонсалеса в высшем суде страны является скандальным, как и его отсутствие на подписании соглашения о признании выборов избирательным советом. Если он не признает наши институты, такого он признает. Правительство США, таким образом, заявление политических партий, которые выдвинули этого крайне права кандидата, является скандальным. У них ничего нет». Венесуэльский лидер указал, что представители 38 политических партий явились в Верховный суд и передали документацию по состоявшимся 28 июля президентским выборам. Однако крайне правые партии, поддержавшие Гонсалеса, не предоставили никаких материалов. Мадуро отметил, что вместо этого оппозиция публикует ложные результаты голосования в интернете, чем вводит в заблуждение народ и иностранные государства. «Если бы Соединенные Штаты исполнили три моих желания, поскольку они готовы дать мне всё, я бы попросил их, первое, уважать демократию Венесуэлы, второе, уважать независимость и стабильность Венесуэлы, и третье желание, чтобы мы достигли взаимопонимания на 50 лет вперёд, а США оставались там, где они есть, и оставили Венесуэлу и всю Латинскую Америку в покое». Вслед за этим, после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро временно заблокировал социальную сеть Икс и призвал народ отказаться от американских приложений, в частности WhatsApp, венесуэльцы выразили своё недовольство. Десятидневный запрет на Икс из-за конфликта Мадуро с владельцем приложения Илоном Маском представляет собой очередной шаг к блокировке информации в Венесуэле. Однако виртуальный железный занавес президента Венесуэлы пришёлся не по душе, гражданам страны. «Так не должно быть. В статье 19 закона о правах человека говорится о свободе выражения мнений. Мадуро подавляет свободу. Это неправильно. Каждый человек имеет право говорить то, что он думает. Так что Мадуро поступил несправедливо. Я чувствую, что всего через 10 дней в Икс люди снова будут писать то, что думают и хотят». Всем временем президент Панамы Хосе Рауль Мулино предложил главе Мадуро безопасно покинуть страну и переселиться в третье государство, чтобы обеспечить политический переход после спорных президентских выборов. В свою очередь Мадуро резко отверг это предложение, обвиняя Мулино в чрезмерной ориентации на США и использовал слово «гринго», которое является унизительным обозначением американцев. В своём ответе венесуэльский лидер также демонстративно заявил, что не знает имя президента Панамы, который, по его словам, был избран всего три месяца назад. Эльвин Абдулаев, CBC.